всем огромный привет сегодня воскресенье 18 марта я хочу рассказать немножечко о том что у меня вышел из за последнее время я вначале покажу законченную работу вот целебные травы у меня благополучно завершились эта работа у меня постиралась вот так это выглядит сейчас она еще пока мокрая так как у меня был выбор либо снять видео при удачном освещении когда я не пасмурно и не солнце прямо светит на вышивке или разложить гладильную доску и погладить эту работу поэтому я решила что вначале все-таки я сниму видео а потом эту работу отглажу показываю ее в мокром виде в мокром виде конечно вышивка смотрится ярче что уж тут говорить но композиционно вышивка мне очень нравится и кстати хочу напомнить что эту вышивку я буду оформлять прихватку вместе с другой похожей на эту из этой же серии и я думаю что в ближайшее время скорее всего я буду шить прихватки если кого-то интересует как я это буду делать вы мне напишите в комментариях я тогда попробую снять видео если это никого не интересует то я тогда и затевать с этим не буду я не веду со съемкой не с прихватками конечно вот замечательный получился получился результат в общем я довольна я довольна на сто процентов и этой вышивкой и этой работы несмотря на то что здесь достаточное количество цветов здесь много цветов 21 цвет для такой маленькой работы не 50 конечно но работа получилась яркой она сейчас ярче чем будет но все-таки она ярче чем на обложке и мне кажется очень будет украшать кухню вот это то что касается готового результата а сейчас я хочу рассказать несколько слов о тех процессах которые у меня потихонечку идут и об одном процессе который я начала буквально сегодня с утра значит коты я до сих пор это мой кухонный процесс там джит этот код там свои ножнички свой нить вдеватель иголочки лежат я поэтому прихожу туда только с коробочкой где у меня ниточки вот канва и схема вот так кот у меня потихонечку продвигается сейчас он продвигался гораздо медленнее но из-за целебных трав я в основном их заканчивала но как-то мне очень поздно вечером практически ночью не спалось и я села вышивать этого кота к сожалению ошиблась вот в этом участке и поэтому при придется мне немножечко его распустить подсчете тут ошиблась и перешивать отложился у меня пошла я спать когда я увидела что ошиблась то решила что не буду больше мучиться так ушки только закончила и пошла отдыхать так что вот этот осенний код тоже потихонечку движется уже появляются его сапожки и что-то тут еще вот кстати интересно что это маракун что ли рядом с сапогами и грибами что-то похожее на маракун может быть это имелся ввиду каштан но ассоциации с осенью какая может быть в общем я сейчас как-то задумалась не обращала я внимание на эту деталь а сейчас я подумала что это может быть интересно может быть вы знаете что это такое так это вот процесс кухонный далее процесс который я вышиваю на деревянных пяльцах нурге на подставке это мой обязательный процесс этого года оберег наталья и последние два дня я вышивала только его сейчас покажу что у меня получается получается вот так вот фактически я начала с центра вышла в начале имя тут же вышила бэк потому что я знаю что если оставить бэк на самый последок на самый конец будет сложновато его вышивать он может надоесть а так потихонечку я вышиваю кстати говоря об этом процессе так как я вышиваю вот бэк коричневой ниткой у меня закрадываются сомнения в том что мне ее хватит осталось совсем немного а бэка еще все-таки предостаточно но будем надеяться что хоть и впритык но я уложусь в противном случае мне нужно будет искать похожую нитку так как у меня эти наборы были я два набора уже отшила то остатки от тех наборов у меня есть но я их отвезла на дачу то есть если вдруг случится такой казус придется ехать и искать ниточку коричневую ну или во всяком случае я залезу свои доноры наборы доноры я сейчас подумал может быть и не придется никуда ездить и там я найду коричневый цвет от гамма вышивка движется тут вот фу достаточно шустро но здесь как бы нет особо сложных элементов особо сложных крестика где самое главное не не сбиться в подсчетах на равномерке а так то идет хорошо я постаралась эту канву это у нас линда от гаммы запялить вот такие пальцы чтобы поместился фактически весь дизайн но я думаю что практически весь углы конечно не поместились но на других пальцах мне кажется тут канвы бы не хватило то есть надо было бы надшивать немножечко канву но я думаю что когда подойду к этим углам придется менять пяльцы и вышивать отдельно углы что конечно не очень приятно хорошо когда все на одной площади я люблю когда весь дизайн помещается и можно спокойно переходить из угла в угол так наталья у меня движется но будем надеяться что она у меня также будет продвигаться и возможно даже закончится вовремя и сегодня с утра я посмотрела залезла в свою коробку где у меня мини наборы и в начале мне захотелось начать вот этот маленький набор который называется яркие птички какой-то новизны захотелось то есть вот процессы которые у меня сейчас в ходу они идут потихонечку но не хватает новых ощущений и вот я решила начать новый набор значит у меня была первая мысль об этих ярких птичках я думала менять канву здесь аиду на равномерку так как куплен большой кусок линды по моему да или лугана сейчас не могу вспомнить но потом я вспомнила что у меня есть крашеная линда гамовская от леночки лена цвет мне дарила вот этот сумасшедшие окраски кусочек и я как раз в этом году планировала повышевать на этих окрашенных кусочках и я тогда решила взять его вначале приложила к нему птичек можно было конечно начать и птичек на этом кусочке этом кусочке здесь есть контуры листочков даже вот бабочка есть вот здесь видно бабочка бабочка правда уйдет в крестики но здесь есть другая бабочка которая вот летит сторону листики всевозможные ну что-то природное сюда неплохо бы легло но когда пересмотрела все свои наборы мелкие я все-таки остановила выбор на этом ежике ежик с чашкой я уже говорила что это мой портрет вышивки я так во всяком случае себя вижу и на зеленом фоне он здесь сидит в траве то есть очень удачный фон получился бы принципе получается у этого ежика поэтому первые крестики я сделал сегодня утром сейчас я вам покажу что получается я начала с центра вот здесь уже чашечка сейчас я приближу в таких вещах очень удобно начинать с центра потому что кусочек принципе мне кусочка должно хватить здесь написано что вышивка 21 на 19 сантиметров но крестиков здесь не так уж и много сейчас скажу в крестиках это же однако 82 на 96 я думаю что даже будет меч наверное это с учетом оформления как они любят указывать размер с учетом оформления так что но в любом случае я начала эту вышивку с центра но когда я начинаю с центром не всегда просто не терпится дойти до низшей точки до самого низкого края так как я люблю отшивать снизу вверх мне нравится отшивать сверху вниз но это просто привычка я так думаю я настолько привыкла делать это снизу вверх что если я начинаю середины я все равно потом стараюсь найти вот эту низшую точку чашечка была первая вернее даже не чашечка а вот наверное вот здесь вот мордочка немножечко мордочки есть потом было от мордочки я пошла вниз чашечка и перешла на пузико мне очень хотелось вышить вот этот пупочек просто классный пупок вот я смотрю на него милейший ёжик и очень хотелось посмотреть как это будет поэтому вот последнее что я вышла это пупочек ну естественно чтобы закончить нитку нашла еще крестики значки этого же оттенка здесь пузике сейчас два оттенка это белый как и молочный чуть чуть потемнее вот это пузико ёжика поэтому осталось мне еще немножечко тряпки выше для того чтобы я нашла а вот этот нижний край и ёжик у меня будет дальше продолжаться я с таким удовольствием начала этот процесс что вот еле-еле прервалась на видео ну так как ориентируясь по погоде сейчас солнце как раз выдвинется на нашу сторону и будет очень и очень ярко в комнате это все что касается вышивки сейчас я хочу показать какие маячки у меня случились так как я несколько дней занималась маячками никак не могла переключиться на вышивку если вам это уже не интересно и два украшения покажу которые у меня закончились если вам это не интересно то я с вами уже прощаюсь с теми вышивальщицами которые интересуются только вышивкой а если вам интересны маячки украшения то оставайтесь со мной до конца первый комплект маячков который у меня получился называется звездное небо а звездное небо называется потому что здесь участвует вот эта бусина сверкающая бусина какая-то мистическая она мне кажется под авантюрин вот как авантюрин сверкает так и это бусина прям светится вот как раз солнышко начинает выглядывать я надеюсь что этот блеск заметен она очень напоминает звездное небо и вот отталкиваясь от этой бусины я соорудила два маячка один на нити вдеватель другой на ножнички здесь еще вход пошел различный материал вот это вот агат а вот это бусины варисцита по-моему варисцит называется а нет я обманываю это бусины лазурита вот это по-моему тоже какой-то агат и фурнитура под бронзу очень интересно подвесочки здесь пошли в тему мне нравится как все удачно случилось я вставила немножечко разные коннекторы но чтобы было не так уж однообразно можно было вставить либо два таких цветочка либо два таких но мне показалось что разные цветочки будут смотреться лучше вот так что этот маячок называется звездная ночь такой серьезный маячок я бы сказала следующий маячок у меня случился так как мне захотелось сделать что-то из деревянных бусин я назвала этот комплект эко ну вот выглянуло солнце и все жалко что я не успела закончить съемку до того как появится солнце вот буду показывать где немножечко тень я надеюсь что будет видно так вот этот комплект называется эко потому что в основу этих маячков легли деревянные бусины мне понравилось это вот сочетание светлой бусины с темно-коричневыми а также с фурнитурой под бронзу очень симпатично получилось и завершает маячок на нить вдеватель вот такой рукой где написано handmade такая практически автоматическая рука очень интересный маячок и на ножнички с ножничками на конце также маячок из деревянных бусин очень легкие по сравнению с мачками из камешков конечно эти мачки очень легкие то есть они заметные с одной стороны а с другой стороны фактически ничего не весят а на следующий день после того как я сделала звездную ночь и эко у меня пошла съедобная тема и вот первым из этих маячков получился малиновый сорбет здесь опять же эти пушистики также бусинка которая покрашена под перламутр здесь один бок у нее отдает розовым светом а другой бог практически прозрачный дальше идет коннектор в серединку которого я вставила тоже листик стеклянный и он таким образом немножечко там двигается то есть такой подвижный листик мне кажется это интересная идея это делает мобильным маячок и интереснее чем он может быть я стараюсь убежать от солнца потому что на солнце ну совсем ничего не видно и так малиновый сарпет завершает всю эту композицию малиновая бусинка с чайничком по моему очень вкусное сочетание и такой удачный маячок вышел а на маячке который предназначен на нить и вдеватель здесь уже поменьше вариантов но здесь очень интересная подвеска здесь подвеска в виде мороженого тоже съедобная такая поэтому в тему на этом мороженом есть стразики и один из них розовый стразик поэтому мне кажется очень хорошо сочетается это малиновый сорбет после него после него у меня создались такие мачки которые я назвала черничное чаепитие здесь также участвуют малиновые бусинки и бусины вот с фиолетовыми стеклянными вставочками но здесь еще включены и бусины которые имеют оттенок синего фиолетового цвета сбоку вот эти вот зелено-фиолетовые бусины и внизу я также добавила стеклянную бусину такого сереневатого оттенка а также чайничек и у меня получился черничный чай на солнце очень они сверкают хотя на солнце конечно мало что видно сейчас попробуем блеск поймать если получится и так 2 это черничный чай когда они все вместе так здорово вообще прям подвески шуршащие так ну ладно хватит баловаться то я могу так долго играться и сейчас еще покажу украшения во первых у меня доделалась колье под названием лесная нимфа я не помню показывала ли я его видео потому что я снимала несколько частей и в каком-то видео я показывала а в итоге я не помню вошло ли она куда-то или нет вот такое колье под названием лесная нимфа потому что здесь тема леса ну просто квинтэссенция темы леса я во всяком случае вижу так вот это перламутр окрашенный зеленый цвет он очень напоминает лесной мох на некоторые из них я надела шапочки отдела их шапочки и таким образом что-то вот как будто желуди скрываются в траве но что-то лесное существует далее идут серые деревянные бусины опять же дерево лесная тема серый цвет удивительно совпал с этим зеленым из коричневым потому что далее похоже на бусины бронзита я сейчас не могу точно сказать на солнце они очень отсвечивают очень красивый эффект дают вообще бусины замечательные и как-то очень подошли к серому цвету и к зеленому час поближе попробую показать но вот что получается на солнце такое пышное колье получилось здесь очень длинная вставочка центральная вот сейчас можно заметить что тут есть шапочки на некоторых бусинах ну прям эффект желудей ну и соответственно цепочка так как все камни в том числе и перламутры достаточно тяжелые материалы и поэтому для того чтобы облегчить хотя бы ненамного участь женщины которая носит такое колье на шее лучше всего удлинить его цепочкой на мой взгляд к сожалению у меня не осталось вот этих бусин коричневых на серьги они бы просто шикарнейши сыграли в качестве серег но я думаю что какие-нибудь деревянные сережки я их еще не сделает может быть что-нибудь и найду более подходящие но вот из таких бусин можно еще сделать и простые в то же время подходящий в тон к этому колье серьги чтобы уже не задумываться с чем его носить и второе колье не менее тяжелое я бы даже наверное сказала что более тяжелое чем лесная нимфа это вот это вот со срезом агата на мой взгляд это летний вариант я уже показывала его в в инстаграм и вконтакте как бы это был полуфабрикат я уже успела поставить цепочку сюда с удлинителем потому что если его надеть вот в коротком варианте но это короткий вариант так сказано с натяжкой потому что на самом деле 50 сантиметров есть еще плюс вот этот срез агата который свисает мне нравится это сочетание она несколько удивительная малиновый хорошо сочетается с таким медовым оттенком песочным может быть оттенком ох солнце солнце который присутствует на срезе агата мне понравилось вот это сложное сочетание в срезе в камушке и поэтому в украшении подобралась композиция именно таких оттенков ну и так как я люблю чтобы с колье шли всегда сережки то вот такие сережки из тех же бусин использованных в самом колье я и сделала посадив их на швензы под бронзу здесь идет фурнитура под бронзу поэтому и серьги тоже под бронзу повторюсь еще для тех кто не знает что если вам нравятся мои маячки или украшения вы всегда можете зайти в альбом вконтакте который называется мои рукоделки и там некоторые из них я выставляю на продажу спасибо огромное что заглянули сегодня ко мне в гости всем желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока пост скриптум совсем забыла показать вам как я вчера укладывала свои наборы вот я выложила все наборы на свою кровать сейчас буду их разбирать кучка кажется не такой уж большой в камере но по сути конечно она выглядит гораздо больше я их помещу вот сюда на эту верхнюю полку здесь я как раз вынула одну коробку и мне кажется мой метр наборов теперь должен уместиться хотя он будет уже конечно больше ну вот попробую их рассортировать просто по производителям в итоге покажу что у меня получилось светит ярко солнце может быть будет плохо видно но вот я разложила все наборы по производителям вот начале идет dimensions потом панна анкор и олес потом rto далее несколько наборов золотое руно из них два старых кларт здесь его немного потому что у меня в основном миниатюрки кларт они они находятся в другом ящике миниатюрки я храню отдельно здесь левее два набора от неокрафт два набора от буцила золотые ручки один набор жанлин один набор набор ланарте жар птица и хьюкрафт так здесь пакете у меня вот эти донорские наборы которые покупала от панны выбросила схемы остались только ниточки с конвой абресард вторая картина которую нужно будет вышить вот к этой этой вот для того чтобы можно было повесить ну и судя по такому результату можно сказать что больше всего у меня наборов от панна и от реолис от панна может быть из-за того что панна распродавала свои наборы я конечно там хорошо закупилась то здесь наверное одна треть меньше наверно 1 4 часть это тех закупок вот так вот а и здесь еще под анкором ланс вид ланс вид те девочки давно я их уже закупала 14 мне кажется году и показывала тогда же где-то 14 начало пятнадцатого года тогда же показывал эти наборы вот я хочу их как-то разложить на этой полке с разделителями для того чтобы можно было быстренько сориентироваться ну хотя и так можно быстро сориентироваться но все-таки ну что ж попробую я это сделать у меня в результате получилось сразу видно что там еще есть воздух есть место можно еще что-то положить на самом деле у меня есть еще наборы в коробках есть те которые я вроде намеревалась начать поэтому фактически новые не вскрытые возможно я их тоже сюда помещу я не стала делать какие-то перегородки между производителями ну потому что как-то и так ясно да я постаралась сделать так чтобы было видно например маркировка панна вот видно она посередине справа слева это dimensions такие плотные наборы это тоже видно красные наборы танкор но начинает ряд пакетик с донорскими ниточками вот собственно говоря и все и сверху я положила картину вышитую бисером история любви девушка под зонтом так как пока мне и некуда положить вот на этом все на этом я с с вами прощаюсь всем до новых встреч пока пока